Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У него все уходит в другую сторону, и все пропадает. Поэтому, наверное, основное кредо – это трудиться. Трудиться и с руками, и головой, и помогать всем. Скорее всего, наверное, даже это труд и помощь людям, которым нужна моя помощь. Наверное, и все. Первый тот у нас всегда за встречи. Я рад, что мы встречались через 35 лет, когда мы закончили ВУЗ КПІ, наш родник. И через 41 год, когда мы начали учиться. Поэтому мы помним, когда мы встречались первый раз, это было в вересне 1976 года. И потом учились вместе 5,5 лет, и стали друзьями, и друзьями завершаемся до этого времени. Поэтому желаю всем, и кто с нами, и кто сейчас не знал, желаю всем доброго лета, счастья, и детям, и внукам, и давайте встречаться с нами. Такая любовь, а вы... Пожалуйста, смотрите на она. Так, ты все? Я еще не начинала. На палку. Да, 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 широк, широк. Может быть, нам на солнышко стать, чтобы пейсы были выйдут? Понятно, хорошенько. Надо, чтобы пакетичка была лежа. Пакетичку? Лиже, так же мне что-то... Руками тронули там. Дякую. Я фотографую, девчата, на меня дивитесь. Ну, дивимся. Платон. Заверю. Главное, чтобы дитина, дитина, залишалась всегда у тебя в душі. И тогда ты вечно будешь молодым. Хочешь трошечки. А ты это практикуешь? А как же? А что, не видно? Вот, видишь, что он говорит? Я не знаю. Вот нужно и своими детьми, и взагалі с молодью быть на одной сходинце. И тогда ты завжди будешь молодым. То есть, не чувствовать себя, не изучать, понимаешь? А нужно всегда помнить, какой ты был. И из этих позиций спілкувать и с молодой. Он сказал, что буду, не буду. Ну, так, не знаю. Я тебя, я тебя ещё. Здоровья вам, вашим детям, внучкам. Я рада, что мы собрались наконец-то, надо каждый год поддерживать эту традицию. Яких правил, внутренних законов удотримаешься? Порядочность, честность, трудолюбие. Всегда отношусь к людям, так как и нет, то есть... И каким результатам это привело, в конечном итоге? Как такие, как у всех, стабильные. Я могу взять, но я не пользуюсь никогда таким. Вики, оставь ее дома, и хай лежит. Есть такая пьеса «Відки Основяненко», и там есть персонаж такой Стицко. Ну, а Стицко, как кто бачил эту пьесу, там как философ был украинский. Он сказал, что как бы там ни было, а никогда не будет так, чтобы не было ни как. Треба читать украинскую классику, потому что там очень много таких философских, життевых мудростей. Алексей, отец военный, в России, 85 лет, а медик. Я спрашиваю, как он, фунтамент для него? Нет, нет, он выходец-то из Украины. Мы собрались чего сегодня? Отметьте 35 лет, встретятся, увидятся. Слава Богу, все живы, здоровы. Все узнаваемые, самое главное. Все такие же веселые, если не смотреть в паспорт. Такое впечатление, что вот мы закончили семестр, курс, и собрались отдохнуть, повеселиться. Ну, немножко сделать подтяжки, может быть, там, немножко, там, чуть-чуть поправить здоровье. Мы были бы, как, 35 лет, даже 41, как говорил Юра, когда мы только поступили в институт. Вот я рад, что мы все здесь, что мы все в нормальном состоянии, что мы все можем еще веселиться, радоваться жизни. Все. Все, надо жить, пока есть время и возможность. Что? Что еще сказать? Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Ни на внешние обстоятельства, ни на внутренние обстоятельства. Надо жить, радоваться жизни. Вы называете меня американцем, я называю себя кучерявым. У челяшек не осталось, вы спрашиваете, где они, я не спрашиваю, что у вас там чего-то такое. Переводить не нужно, потому что русский забыл, английский не выучил. На виднеукраинский мове, я уже разумею, можно сбалакать. Так что, женка моя каже, скажи я вам что-то на сущей американской мове, так вот вам усім хеппинеса. Мы закончили в 76-м году 10-й класс, мы вместе ходили, мы одноклассники. Это вас в Академии науки? Мы познакомились в Мирдянске. Нелюбого каханья. Здравствует наша молодость. Здравствует то, что у нас от этой молодости все осталось там, где оно должно было быть. Заходите, заходите, заходите. Я вас видеть всех, на группу не хочу, чтобы нарожаться, потому что я вам же хотел бы, конечно, по-частью. Ничего не мешает. Продолжать хотим. Ну, было бы желание, остальное все приложим. Жизнь здесь, сказали. Я вас всех вообще с трудом узнал. Тебя тоже. Я хочу, чтобы мы завершили в жизни такими легкими, любого ковороти на пьет. Мы не только, мы и в серьезных справах, серьезные люди. Чтобы мы всегда оставались такими легкими, веселыми, душевными. И все, что мы смогли, то любовь принести в этот мир. За нашу любовь. Любовь, это любовь или каханье? Это однако любовь, это любовь. Каханье, это каханье. Каханье, это каханье. Каханье, это каханье. Ай, каханье. А чего он меня вывел? Барабай. Барабай. А есть каханье. Нельзя голосовать за колбасу. Это ладно. На такие решения, все так высоко сидят. Ну, это аксиома. Не надо рано просыпаться. Не надо хорошо выспаться, а потом голосовать. А потом голосовать. Настолько у меня нескромные запросы, что я сейчас не буду, наверное, никогда. Я много чего вроде как сделал, но мне это не дурить вряд ли. Я очень как бы самократичен. Вот, за то, что мы собрались сегодня все вместе. За нас веселых, за нас таких молодых. Если бы не дата в паспорте, можно подумать, что мы собрались здесь после первого курса, после экзамена отметить на волшебную защиту. Поэтому дай Бог, здоровья, счастья, дачи. Еще, как минимум, раз пять так собраться. О-о-о-о-о-о-о-о! И я вот сейчас вот занимаюсь этим вопросом. Если бы мне дали деньги, дали деньги, и ждете какого-то определенного результата, то когда будет результат, вы будете более счастливы, чем если бы мне не было, вы бы мне и давали денег. Ну все. Красмейстер, красмейстер. Жаква там так не ходят. Почему? Почему бы и не? Я вот хочу сделать счастливый день. Что мне сейчас? Так, все. Значит, ты подходишь к ней. О, вот конкретный рецепт. Подходишь к ней. Литяков стоит уже. Неважно, не видно, кто там стоит и кто не стоит. Понимаешь? Да. Подходишь и что-то ей обещаешь. Что ты можешь ей пообещать? За что? Пообещай. Пообещай. Так. Что не зовут? Можешь взять у нее еще деньги. За это, за то, что пообещал. Для усиления эффекта. Для усиления эффекта. И потом уже, как бы, надо взять паузу по-саниславскому. И теперь начинать эту паузу держать, держать, держать. Она не отмечается. Да. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Сейчас ты на камне. Я пойду, как тебя сейчас сидит. Сейчас я пойду тебя и дышать. Я сейчас продю твой тост. У меня есть человек вот своим тостом. Какими-то секретами там сделать. Ну, терема фирма не раскрыта. А ты начинаешь... Да. Когда ты овладеваешь объектом, ну, с тем, чтобы сделать его счастливым. Как бы теория подхода к женщине или теория подхода женщины к мужчине. Но работает с двух сторон. Всякая теория, вы знаете, стоит строиться на каких-то постулатах, любых шинях. Ну, это как земля стоила на трех пятах. Как диалектика имеет там три основных законы. Диалектики не буду напоминать, вы все хорошо конспектируете. Поэтому моя теория стоит на трех основополагающих пунктах. Тогда будет вашего зрения. Потом нет. Как вы делаете? Вы просто проявляете вас. И у вас разделяет некий барьер, который всегда и одна и другая сторона хочет преодолеть. Но и та и другая сторона всегда проявляет какую-то непреступность, что-то набивает цену. Я не знаю. Короче, этот барьер надо определить, если бы были молодыми, все этим занимались. Кто-то развивал лоб, кто-то проникал, кто-то был счастлив, что проникал, кто-то заявил о том, что это произошло. Ну, не важно. Вот принятильная концепция, на которой жиждится моя теория, как овладеть объектом. Она состоит из трюкпур, как и у всех людей. Ненавязчивость и непрерывность, и постепенность. А если ничего не получилось, то... А если бы чаще виделись, то действительно вот те вот разницы в изменении нашего внешнего вида, она бы скрадывалась. Потому что, ей-богу, там нескольких ребят, а кто это, а что это. А потом, так сказать, воспоминания идут, и видишь, действительно вспоминаешь уже. А так, да почаще бы встречаться. Что? Я уже нет слов. Скажи. Не знаю другого примера. Просто нигде не слышал, чтобы были такие дружные врускники. Это первое. Второе. Наша встреча позапрошлым году показала, что мы не только друзья, а мы еще и единомышленники. Поза минулого року были сумные события, там, война была, так? Правильно? Поза минулого року. Так. И я с приемностью объяснил, что тут все патріоти Украины. Ну и прочее. А звідки это все берется? Когда у тебя есть другая, когда у тебя есть учебный закон, который ты закончил, когда ты закончил, когда ты закончил. Это и есть патріотизм, потому что, власне кажучи, что других вещей не существует. Так я хочу выпить за ваше здоровье. За ваше здоровье. За вас, девчатка. За вас, молодцы. Дуже вам дякую. Вы делаете моё жизнь лучше. Я не прошу. Это, честно, так и не правда. Мне есть чем похвалиться. Саша, ты же наш. Я резюмирую, как я сказал. Петвер, который назывался научный комитет, он изучал. И работу Владимира Ивановича Леонида советует постороннего. Я не знаю, что он шопит. Саня, дякуем. Давай, Саня, я не спрашиваю. Он, что он сказал, что он шопит. Я уверен, знает, как нам организовать. Не волнуйтесь, я не подслушиваю. Я сейчас это... Нет, меня не надо снимать. Почему? Я еще не говорю, потом расскажу. А ты скажи что-нибудь. Мне все хорошо. У нас все замечательно. А кто-то еще был. С тех пор я и запомнил. Я живу, как девушку рассудительную и надежную. Я когда записался, когда перешел на санкционар, Масло со мной беседу проводил. Спрашиваю, а ты куришь? Я нет. А ты пьешь? Я нет. А ты верующий? Я нет. А почему ты не консоболец? Да я говорю, как-то так еще не дорос, может быть. Ну, я мечтаю. Мечтай не достоин. Да. А он говорит, ну, мне все равно кажется, что у нас с тобой будут какие-то неприятности. А я еще не знал, кто такой Масло. Я первый раз его видел. Я говорю, начальник, все будет ништяк. И за этот ништяк он мне год стихологии не давал. Так вот, язык мой дал бог. Вот я хочу сказать, вот как я сегодня себя ощущаю словами великого сатирия. Григорий Горин есть такой. И Григорий Горин нас спросили, вот вы дожили до 55 лет, и как вы себя ощущаете сегодня? Вот на ваш вопрос я отвечаю его словами. Стоит мужчина, выпивший, на остановке возле, держится за поручей и шатается. Подходит к нему бабуля и говорит, сынок, как пройти на Тушинский рынок? А он ей говорит, да как тебе по кайфу, бабуля, так и иди. Я вам ответил на ваш вопрос. Какое мое кредо? Вот сегодня, как нам по кайфу, так надо и жить. А вы что по этому поводу скажете, девушка? Я скажу, что насколько себя чувствуешь, насколько активна в жизни, вот столько тебе лет. Живи, улыбайся почаще, будь всегда молодой. Прекрасно. Всем привет. Я на группе присоединяюсь в Facebook на нашей страничке. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»